Добрый вечер, в студии Юлия Орлова. Вы смотрите новости о главных событиях уходящего вторника в нашем выпуске. Сегодня на заседании Крымского правительства минуты молчания почтили память 18 погибших шахтеров в автокатастрофе под Алуштой. Потом обсуждали насущные проблемы. Единственная в Крыму и в Украине школа, где дети на уроках математики могут петь песни, находятся в Ялте. Уникальная методика действует почти 8 лет. Выставку «Мои импрессии» художник Юсип Марчинский приурочил к своему юбилею. Полная повестка дня о завтрашней встрече Владимира Путина и Леонида Кучева еще неизвестна. Но то, что президенты будут говорить о кассе Тузла и димитации границ в Азово-Черноморском бассейне, не вызывает сомнений. Завтра в Крыму состоится встреча президентов России и Украины. Место встречи и повестка дня пока окончательно неизвестны. Но ожидается, что речь пойдет о болезненном для украино-российских отношении вопросе, связанном с островом Тузла. Специалисты не исключают, что в ходе встречи Леонида Кучмы и Владимира Путина будет подписано соглашение о границе разделов в Терченском проливе и Азовском море. Косвенно это предположение подтверждает вчерашнее заседание Совета национальной безопасности и обороны, проходившее в Киеве под председательством Леонида Кучмы. На заседании рассматривались вопросы, связанные с международно-правовым оформлением государственной границы Украины с соседними государствами. Очевидно, что речь шла прежде всего о Тузле. Кроме того, в четверг, 25 декабря, в Киеве запланировано проведение очередного раунда переговоров о размежевании Азово-Черноморской акватории. В настоящее время Украина заявляет о неизменности своей позиции, согласно которой Азовское море может иметь статус внутренних вод Украины и России только при условии разграничения по поверхности, а не по дну, как предлагает Россия. Украинская сторона отмечает двойственность позиции России с точки зрения международного права. С одной стороны, Россия заявляет об отсутствии территориальных претензий к Украине, с другой, не признает остров Тузла однозначно украинской территорией. Не исключено, что завтра в вопросах принадлежности острова Тузла и использования Керченского пролива будет поставлена точка. Юрий Авдеев, 12 минут новостей. Очередное пленарное заседание Крымского парламента принесено со среды 24 декабря на четверг 25 декабря. Это решение принял президиум Верховной Рады автономии в связи с запланированной на 24 декабря встречи президентов Украины и России Леонида Кучма и Владимира Путина. Как ожидается, сообщает информационное агентство Форум со ссылкой на источник близкой к Севастопольской городской администрации, Кучма и Путин на вертолете прибудут на спорный остров, чтобы на месте изучить складывающуюся там ситуацию. Заседание Крымского правительства началось с минуты молчания по погибшим в автокатастрофе горнякам из Павлограда. Сегодня в Волуштинской больнице, куда были доставлены пострадавшие в отделении реанимации, скончался еще один человек. Общее количество жертв в автокатастрофе, которая уже названа крупнейшей за все время существования независимой Украины, достигло 18. Об этом сообщил глава правительства Сергей Куницын. Открывая заседание, он подчеркнул, что выводы из страшной аварии должны сделать все службы, имеющие отношение и к состоянию дорог в автономии, и к выдаче лицензии на пассажирский транспорт. Далее Елена Рожан. Особую ревизию должны пройти машины, чей срок эксплуатации перевалил за 10 критических лет. Куницын потребовал ежедневного отчета от руководителей перечисленных служб из всех регионов Крыма. После этого члены правительства и приглашенные перешли к обсуждению вопросов, обозначенных в повестке дня. По традиции в работе заседаний правительства принял участие председатель Верховного Совета Борис Дейч. Первым заслушали министра курортов и туризма Александра Таряника, который отчитался об итогах курортно-туристского комплекса за 2003 год и задачах по подготовке к следующему курортному сезону. По мировой статистике, кстати, миллион туристов переносит в казну миллиард долларов в цивилизованных странах. Мы говорим, нас посетило 5 миллионов туристов, сотни тысяч неорганизованных, организованных там более миллиона, но где хотя бы один миллиард? Гривит, даже не доллар. А он реально существует. А он реально не облагается налогом, потому что, к сожалению, система налогообложения несовершенна. Вряд ли такая черная арифметика способствует выполнению программы развития Крыма, как круглогодичного общегосударственного и международного курортно-рекреационного и туристского центра. Всегда ли выигрывают большие здравоохранения? Наверное, не всегда. Поэтому тут в каждом случае должно быть индивидуально. Сегодня, наоборот, тенденция на 200-300 мест и лечение. Самые популярные, самые быстрые города. Увы, европейских знаков качества курортов голубых флагов в Крыму нет. Ни одного. А вот в Турции голубых флагов 27. И пока не будет на полуострове разработана и внедрена организационная, имущественная и финансовые методики, славы Средиземноморья полуострову не видать. Сегодня и отечественным, и тем более иностранным туристам нужно на пляже не просто место под солнцем. Все требуют настоящего сервиса. Когда его нет, доходит до парадоксов. Итальянцы возмутились. Что, у вас другого ничего нет, кроме этой каши. Утром отказались, дитя на зазах и так далее. Пример смешной, но поучительный. И косвенным образом он отражает все состояние курортной отрасли Крыма. Это особенно печально в связи с тем, что наши здравницы по сравнению с их европейскими аналогами обладают мощной лечебной базой. Таких нет нигде. Елена Рожен, Владимир Миней, 12 минут новостей. Научная конференция «Крымские татары. История, культура, право» в контексте современных процессов интеграции крымских татар в украинское общество состоялась в Киеве в рамках Дней Крымско-татарской культуры. Собравшихся приветствовал первый заместитель председателя Государственного комитета Украины по делам национальности и миграции Виктор Воронин. Он подчеркнул, что бытовые проблемы отнюдь не самые страшные и для репатриантов, и для тех, кто на государственном уровне занимается их обустройством. Народный депутат Украины Рифат Чубаров отлично об этом знает, поэтому в своем выступлении он говорил о том, что его народ со своими проблемами заслуживает внимания не только в рамках культурных дней, учитывая, что следующий 2004 год – 60-летие массового насильственного переселения из Крыма армян, болгар, греков, немцев и, конечно же, крымских татар. Крымские татары уже давно ждут очень конкретных заходов в стопу Украины, державы, которые бы позволяли им говорить о том, что в конце концов они не чувствуют себя в отновленных правах. Проблемы с так называемым обновлением прав касаются сферы образования, средств массовой информации, книгоиздательства и вообще жизни духовной крымско-татарского народа. Мы никогда не побудем, чтобы крымско-татарская мова была в результатной школе только в якости мовы, выучения. Мы говорим про крымско-татарскую школу, про школу с крымско-татарской мовой и навчанья. В Симферополе сегодня состоялась презентация второй части монографии о всемирно известном крымском ученом-селекционере Льве Семеренко. Плодовод Лев Платонович внес исключительный вклад в развитие садоводства и, тем не менее, был незаслуженно забыт. Во второй части монографии освещается жизненный путь и правозащитная деятельность ученого. А третья, над которой работа движется к завершению, должна раскрыть читателям тайну его гибели. Насколько это много-векторная, много-планная фигура, много-планная ученая, то, безусловно, в одними книгах это невозможно. И я думаю, что это другая книга, это наша не остальная книга, будет три. Я так думаю, мы доводим до логичного кинца. Это его внесок у садовничество, это его внесок у помологию. И последние годы жизни, причем трагичное, убийство в 2020 году, причем я буду выяснили уже с тех позиций, которые у меня есть в документальном материале. Через то, что это все было сфальсификовано, приписывали неислющим денникам. А это сегодня однозначно можно утверждать, что это справа рук чекистов. Седьмая Ялтинская школа единственная не только в Крыму, но и в Украине, где с 96-го года действует эксперимент по так называемой здравоохранительной технологии обучения и воспитания. Ее автор известный российский ученый Владимир Базарный. В свое время он лично Горбачева, а потом Центральный комитет Компартии и Президентский совет писал объяснительные записки, где аргументированно доказывал, почему школьная среда подрывает здоровье детей. Сегодня программа профессора подтверждена десятками патентов, реально предлагают методики предупреждения многих типичных болезней школьников. В девятом классе это был не урок пения, а математики. О тетрадах с задачами старшеклассники отвлеклись на несколько минут, чтобы расслабиться. Когда учитель чувствует, что внимание детей ослабевает, он всегда предлагает им отдохнуть. Ученики отходят от своих конторок, заменяющих парты, и или поют, или занимаются, как они говорят, офтермологическим тренажером. Он выполнен на потолке в пропорции золотого сечения. Когда дети смотрят на него, у них отдыхают в глаза. Дети не боятся учителя. Да, дети есть дети. Иногда шалят. Естественно, учителя стараются сделать какие-то замечания, какие-то проводить беседы. Но все равно дети – это совершенно другие дети. Любая свобода располагает какому-то сотрудничеству с учителем. Если ребенок будет постоянно в форме колпаков, зажат учителем, он, во-первых, раскрыться не сможет. Самое главное, чтобы дети могли раскрыться. Парты – это первое, от чего отказались в Ялтинской школе. Вместо них – конторки, которые растут вместе с детьми от первого до выпускного класса. Потом от обуви. Ее снимают на пороге в тех десяти классах, где 200 детей учатся по необычной, даже сначала шокирующей методике. Тяжелые зимние сапоги и кроссовки заменены на домашние тапочки или теплые носки. В них гораздо удобнее, единичнее на коврах, расстеленных на полу в классах. Каждый школьник, участвующий в эксперименте, на особо медицинском и психологическом контроле. Результаты его просто поразительные. У всех, без исключения детей, нет сколиоза, который быстро появляется при обычной старческой позе зоопарты, а также у всех хорошее зрение. Было очень много скептиков, было очень много боязни того, что у детей будет варикозное расширение вен. Была боязнь того, что не будет той железной дисциплины, не будет тех традиционных вещей, которые наблюдаются в традиционной школьной среде. Но все это совершенно наоборот. Получилось. По нетрадиционной методике проходят сами уроки. Часть их вынесена за пределы школы. На берегу моря, например, второклассники учили тему слоги. Урок прошел весело, хотя многие, как в классе, кинули руки, чтобы ответить учительнице. Точно так же более сложные темы по русскому языку проходят у старшеклассников. Прямо в парке они пишут мини-сочинения, а потом закрепляют пройденное в школе. Сложное подчиненное предложение с предаточными обстоятельствами, например, какой, какая, чья, чья, чья. Я вижу море, какое, это простое предложение, а сложное. Сегодня море восхитительное, потому вопрос, почему? Потому что есть волны, потому что штиль. В действии привычной позе уже на 9-10 минуте урока ребенок устает и он покидает учебный процесс, хотя физически присутствует там. Обязательное время в школьном режиме для всех классов дыхательная гимнастика на берегу моря. После нее опять на уроке. Сравнительный анализ успеваемости и главное дружелюбие детей, которые участвуют в эксперименте, имеет много плюсов по сравнению с обычными классами. И это уже статистика. Елена Рожен, Владимир Миней, 12 минут новостей, Ялта. Еще одна юбилейная выставка открылась сегодня в Крымском доме художников. Скульптор Йосиф Марчинский отметил ее свое 50-летие. Нужно сказать, что именно скульпторы в среде художников после развала империи оказались в наиболее трудной ситуации. Последние 13 лет монументальных заказов нет вовсе. Но подлинный художник, говорит Марчинский, не работать не может. Работа постоянно есть. Творческий человек всегда найдет себе работу. Выставка, говорит, скульптор неполный. А в этом году у него варварски разгромили мастерскую, похитили работы, материалы и даже инструменты. И тем не менее, выставка открылась в срок. Йосиф, благодаря пришедшим за внимание к его творчеству, поздравил всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Не обошлось и без пожеланий. Немножко чаще бывать на выставках и внимательнее относиться к произведениям искусства, в том числе и к тем монументальным работам, которые у нас на территории Крыма. Пожелания отнюдь не случайны. Работы Марчинского, как у многих других художников, монументалистов и скульпторов, неоднократно подвергались поруганию от рук охотников за цветными металлами. «Много денег вы не заработаете», – увещевает вандалов Марчинский. Но сегодня юбилей. И вот они, его импрессии. «Мои импрессии – это мои переживания. То, что я вижу, я хочу передать и эти все волнения, эти мои волнения прежде всего. Хочется передать зрителю». Юлия Орлова, Андрей Сомов, 12 минут новостей. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня, о том, какой будет среда, показанную только синоптики. Ирина Басова, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова